здравствуйте говорит и показывает барнаул спортивный клуб темп момент настал финал лиги бро сезона 2018 2019 битва сильнейших снежный барс против сибири финал лиги бро сезона 2018 2019 сибирь против снежного барса битва двух сильнейших мой напарник дмитрий доздов дима тебе слово но что то есть включением опасно то может быть штрафной опасный момент и мяч ликит мимо завьялова скидывает владимир мяч под правой ногой тут убирать под левую падение пенальти пенальти на восьмой сапогрибан гол забивает быстрый гол посмотрим чем ответит сибирь заградительному построению барсов удар щербакова и забил мяч ворота алтая сейчас передач на покроева удар какой дениса и дач на погребана погребан с левой ноги прикладывается к мячу уважаемые зрители то есть мячом опасно для опасный момент портынов тащит добивание не будет угловой сейчас разыграли игроки сибири прострел удар 2 тайм финала лиги бро сезона 2018 2019 снежный барс сибирь погребан разворачивается там открывается под него покроев погребан вот закидушку на завьялово опасно может получиться крюков а лево и гиазарян один в один против казанцева каплунов подбегает помочь своему защитнику к опасный момент и гиазарян на левом фланге смещается в середину из правой ноги бьет поворот тут хороший бы может быть момент завьялов но защитники ровной удар в исполнении константина погребана очередной розыгрыш и вновь домашняя заготовка опасный момент может возникнуть и сайф бьет и крюков вновь и гиазарян передача на завьялова тот штрафной можно забивать опасный момент угрозу от собственных ворот и костенко побежал вперед передача нам для нам для с левой ноги бьет ближний угол сибирь заработали штрафной удар щербаков у мяча вот так прямой удар находит в очередной раз завьялова и тому прилетает по ногам ладно удар погреба на ай бога 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 75 минута матча и защитника стали действовать футболисты сергей миргорода марков отправился у нас вперед там спасать спасать свою команду для вместо владимира завьялова игравшего под номером 20 более появляется егор паршаков номер 17 до завьялов сегодня проделал просто неимоверную беговую работу марков делать передачу нам для на который теряет мяч и покроет подрывок паршакова удар 30 30 30 30 снежный барс на 78 минуте матча ворота сибири забил егор паршаков да степан абсолютно все верно 30 за 2 минут до конца я думаю здесь уже можно говорить о том что ну рисунка уважение к сибири да но игра сделана сергей миргорода чтобы хотя бы один мяч отправить ворота соперника и все артем петренко дает финальный свисток снежный барс становится победителями лиги бро сезона 2018 2019 все эти имена будут навсегда выгравированы на кубке лиги бро оставайтесь вместе с нами уважаемые зрители через несколько минут вашему вниманию церемония награждения а сезона 19 а а и Внимание всем главным тренером команды мы ждем вот на интервью. Рассчитывали мы, естественно, хотели выиграть. К сожалению, финал нам не удался, не получился, как мы хотели. И пропустили быстрый гол, к сожалению, стандарты. По сути, игру решили стандарты. Игра шла такая, как и любая финальная игра, наверное, практически без моментов. Моментов не было. Единственное, что выходило на первый план, это стандарты. Мы со стандартов не забили. У нас были 3-4 хороших момента. Соперник забил с пенальти, со штрафного. Третий гол это уже, мы там уже перестроились, 3 защитника уже рисковали. Поэтому третий гол это вследствие контратаки. А в целом, что хочу сказать, я ребятами очень доволен, потому что по итогам сезона регулярно у нас уже мало кто верил, что мы можем выйти даже в четверку, потому что у нас там были большие проблемы. Ребятам благодарен, они собрались и отыграли вторую часть сезона на порядок лучше. Ну, финальная игра, она одна, к сожалению, она нам немножко не удалась, еще раз говорю. Поэтому хочу поздравить соперника. Я считаю, что финал они выиграли заслуженно. Мы будем делать выводы, работать над ошибками и готовиться к следующему сезону. Антон Викторович с победой. Долгожданная победа. Ваши ощущения после финального свистка? Да непереполняемые эмоции. Даже, видите, говорить не могу. Долго шли к этому, хотели. Была задача занять первое место. На самом деле в чемпионате не так переживал. Когда начался плывов, просто сердце выпрыгивало. Очень переживал. И сейчас очень рад, что мы наконец-то победили. Выиграли Лигу Бро. Задачу выполнили. Вот финальный матч ваша команда начала очень резво, даже так вот смело. И взяли инициативу в свои руки и ноги, как говорится. И очень долго не было никаких шансов у Снежного Барса в игре. Но потом Снежный Барс что сделал с вашей командой? Усыпил или переиграл? Да ну как, я говорю, мы опять же пропустили на восьмой минуте. Играли активно, хорошо. Первые минут 15-20. Создали много моментов. Но 3-4 момента было очень хорошо, чтобы забивать. К сожалению, мы не забили. Они забили с пенальти. И немножко отошли назад. Играли на контратаках. Взломать тяжело было оборону. Поэтому, я говорю, моментов было немного. А во втором тайме, наоборот, у нас по сути таких моментов с игры, там пару-два-три эпизода полумомента, у них хорошие были контратаки. Могли забить. Ну, в принципе, что они и сделали. Поэтому, ну, тут не то, что усыпили. Ну, они немножко играли тоже на результат, финальная игра. Поэтому играли по счету, вели. И сильно вперед не бросались. Большими силами при потере мяча оставались на своей половине поля. Поэтому, естественно, было тяжело взломать их. Ну, я опять же говорю, я ребятами доволен этим сезоном. Второе место, я считаю, что мы его заслужили. Сегодня, именно в конкретном сегодняшнем матче, довольны игрой своей команды? Или что-то все-таки еще можно доработать? Да, конечно, доволен. Мы победили. Это самое главное. Все, кубок наш. Там будут наши фамилии. Это самое главное сейчас. А в следующем сезоне мы подготовимся и будем еще сильнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова